Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа агро с сезонами. Соответственно, у нас сейчас середина зимы, а это значит, что январь у нас наступил и в принципе первый день января, 7 утра, только отгремел новый год, а мы принимаемся за работу. Соответственно, друзья, давайте посмотрим, что нам нужно сегодня сделать. Во-первых, на цементном заводе произвелось 500 кубов цемента, соответственно, сегодня нужно его продать. Во-вторых, в прошлой серии мы запустили компост мастер, отвезли туда кучу соломы и, соответственно, солома у нас переработалась уже и мы имеем 579 кубов, даже почти 580 этого самого компоста, который сегодня мы тоже продадим. Нам все-таки нужны деньги. Ну и самое хреновое, друзья, то, что мы имеем, ну как самое хреновое, оно-то в принципе хорошо, в плане того, что много бабла мы за это получим, но просто немножко уже осточертело. В общем-то, это наши любимые тюки, вот у нас их вообще капец как до хрена здесь и мы их сегодня тоже продадим. И по моим нескромным подсчетам, мы должны сегодня нифигово так разбогатеть. Но радоваться мы вряд ли будем очень долго, потому что деньги мы потратим сегодня все, что у нас будут. Потому что, во-первых, у нас уже в принципе довольно много техники и ее около нашего домика практически некуда ставить. Соответственно, нам нужно купить администрацию, точнее базу. Администрацию мы строить не будем, потом расскажу почему. Но базу нам купить надо. А стоит эта зараза целый миллион рублей. Я думаю, что миллион у нас должен быть как минимум на тюках. Плюс у нас цемент и компост, так что я думаю, мы должны остаться в большом плюсе. Плюс, друзья, нам надо уже выходить нормально в производство. И следующее из производств, что мы приобретем, это будет карьер. Он тоже стоит немало, 760 тысяч рублей. И это будет следующая наша покупка. А, кстати, плюс, друзья, про что я забыл сказать. В начале серии, так это то, что мы в прошлой серии собрали урожай ржи. И, соответственно, рожь мы сегодня тоже продадим. Потому что пока что у нас нет никаких производств и все культуры у нас выращиваются исключительно на продажу. Ну и самое главное, то что у нас есть дохренища соломы, которую можно будет переделать в компост. Есть дохренища травы, которую надо будет переделывать в силос. Для этого нам придется прикупить немного техники. В общем-то, обо всем давайте по порядку. Возвращаемся на базу и начнем мы, друзья, пожалуй, с того, что мы продадим в первую очередь гребаные тюки. Сейчас середина зимы, они должны иметь максимальную стоимость. Поэтому берем нашего любимого мана и, соответственно, шуруем на БГА. Прибываем мы на БГА и давайте, в принципе, закинем один тюк и посмотрим, сколько же денег он один-одинешенько стоит. 979 рублей. Это самая высокая цена, за которую мы это все дело продавали. Ну и так как вы миллион раз видели, как это делается, то... Поэтому, друзья, мы продаем это все дело за кадром. Миллион 154 тысячи, почти 155 тысяч даже я бы сказал. 9.16 у нас утра, потиху начало светать. Да, зимой светает поздно. Короткие дни, все дела. И у нас есть бабло, но сейчас, моего, друзья, немного увеличим. Так как мы хотим, чтобы у нас все дело выглядело по фэн-шу, я подумал о том, что нам стоит перекрасить вот этот самый гребаный прицеп. Потому что мы его пытались покрасить в оранжевый, он стал красным. Да, там есть небольшие проблемы с цветами у этой модельки. Но, друзья, у нас знаете, что есть? Что-то я не могу найти, но вроде как я его здесь оставлял, этот самый чемоданчик с инструментами-то. Я, в общем-то, не нашел наш чемоданчик с инструментами, видимо, я его потерял. Хотя вот он у нас написано есть. В общем-то, я его продам и куплю новый. И поставлю уже на какое-нибудь место, где его можно поставить. Только что-то здесь нигде не дает его поставить. Что-то мне подсказывает, что это связано со снегом. Да, друзья, он везде красный, его нигде не дает поставить. Ладно, тогда это дело не про канал, поэтому мы перекрасим этот прицеп в другой раз. Хотя, с другой стороны, вроде как мы будем проезжать мимо магазина в ближайшее время. Поэтому перекрасим его там. В общем-то, друзья, что мы делаем сейчас? Сейчас же, друзья, мы едем с вами продавать цемент. И так как продать нам его нужно довольно-таки оперативно, поэтому мы сделаем это все дело вручную. Цетник тут и так не самый прекрасный. Но чтобы он не проседал еще ниже, мы по очереди завезем его на вторую стройку. Потом на третью, потом на четвертую. И потом, соответственно, еще раз на вторую, еще раз на третью и еще раз на четвертую. Итого 6 рейсов у нас будет по 80 тысяч. А 6 на 80, 480 тысяч литров. Мы, соответственно, все это дело увезем. Ну и 20 у нас останется. Хрен с ними, я их не буду уже возить сегодня. Поэтому берем нашего любимого мана, наш прицеп и едем продавать цемент. А вообще нет, друзья. Я сейчас ехал и передумал. Сперва мы потратим немного денег. И мы с вами первое, что купим, это вот такого вот красавца американского тягача. Который будет использоваться только для дальних перевозок, всякого тяжелого. Потому что он ездит 120 или 130 километров в час там. Ну и, соответственно, без проблем таскает всякие тяжести. Мы ставим на него супермощный движок. Красим его в оранжевый цвет. Поставим на него широкие шины, тоже оранжевого цвета. Дизайн пускай будет stock parts. И Interactive Control я ставить не буду. И нахрен надо, я этим не пользуюсь. 187 тысяч у нас очередная покупка. И мы покупаем все это дело. Поэтому сейчас мы возвращаем мана обратно на базу. Потому что зимой он едет максимум 50 километров в час. Мне как-то очень не нравится, скажем так. Такая скорость. И вот такого вот красавца мы приобрели. Надеюсь, он будет трохи побыстрее сейчас кататься. Потому что, скажем так, для меня это на данный момент очень важно. Раз уж я собираюсь тут поработать вручную. Курсплеи я сейчас записывать не хочу. Потому что зима. Потому что немножко другая физика. Там больше скольжения и все такое прочее. Поэтому мы вручную сейчас повозим этот гребаный цемент. И, собственно, поехали. В общем-то, друзья, цепляем вот этот скромненький полуприцепчик. В принципе, они хорошо в паре вместе смотрятся. Ну и продаем 480 кубов цемента. Поехали. Ну и, друзья, у нас проблема. Этот самый груженый прицеп не хочет на снегу нормально управляться с этой гребаной фурой. Ну и в таком случае, друзья, нам придется промотать время на весну. И, друзья, добро пожаловать у нас в середину весны. Мы продолжаем заниматься задуманными ранее вещами и продаем цемент. Снег закончился. Да уже вообще дожди идут вовсю. В общем-то, поехали продавать этот гребаный цемент. И не тут-то, друзья, было. У нас дело абсолютно было не в снеге. А в том, что цемент, зараза, очень тяжелый. И вот эта хреновина просто тупо поднимает переднюю ось, из-за чего невозможно поворачивать. Видимо, придется сюда тащить мана. Но сейчас, друзья, мы посмотрим, сможет ли наш этот маленький оранжевый друг утащить этот гребаный прицеп с цементом, который я сюда так неудачно поставил на самом деле. Мы его все-таки немного отсюда отгоним. Вот так вот, в принципе, пойдет. Сейчас мы без проблем его подцепим сзади и посмотрим, сможем ли мы его утащить. Ну, раньше что скали вроде, так что... Да, ман с ним едет без особых проблем. Ну, значит, продаем с помощью мана. И, друзья, вот такой вот я сделал. Молодец. Я продал абсолютно весь цемент, который у нас был, на разные точки. И у нас есть полтора миллиона, даже чуть больше. Соответственно, на часах у нас уже ночь. 22.28. У меня так вообще без 24 утра. Между прочим, это заслуживает лайка, но это я так. В общем-то, друзья, я иду спать. Ну и проматываем время на утро, потому что не хочу я ничего ночью делать. И утро, друзья, пришло. И что нам надо сделать? Во-первых, этот ман нужно починить, потому что он уже нуждается в техобслуживании. И когда я вчера возил все это дело, он периодически глох. Поэтому едем в магазин и, соответственно, чиним мана. Также перекрашиваем прицеп, делаем то, что собирались. Ман, мы ремонтируем. А стоит это, кстати, 300 рублей всего. Что-то я не понимаю, как это работает. Ну да ладно. Видимо, из-за того, что у него мало моточасов накатано было. У нас 10 всего их. Соответственно, оставляем здесь прицеп и сейчас пойдем его перекрасим. И основной цвет мы ему поставим черный. В принципе, в таком случае он должен будет смотреться с нашим оранжевым маном. Поэтому тратим на это тысячу. И да, в принципе, он будет смотреться. Вот эти красные полоски, ладно, хрен с ними. Но в целом-то неплохо. В общем-то, везем все это дело на базу. Хотя первоначально, конечно, можно поставить что-нибудь, что-нибудь продавать. И заодно написать маршрутик. Вот этого малыша я продавать не буду. Он у нас вообще брался с расчетом на фруктовый сад. Но им работать это тоже такое себе удовольствие, ребята. Ездит он 30 километров в час всего. Но в саду он будет справляться просто на ура. А наша задача сейчас продать компост и продать рожь. Компост вообще неплохо было бы сначала отвезти на базу. Что мы, наверное, и сделаем. Я думаю, что вот эта телега на 20 тысяч литров будет как нельзя кстати. Транспортными работами у нас занимается GCB. Поэтому мы, в принципе, эту пару сейчас и поставим. Его, кстати, еще можно не чинить 4 дня или 15 часов. Он, в принципе, хотя может это работает. Ну ладно. В принципе, друзья, я всегда планирую выезжать именно с помощью вот этой связки. Точнее, возить зерно и все остальное. Да, иногда это будет долго, но это будет эффективно. Этот маршрут будет всегда работать. Поэтому в первую очередь нам, друзья, надо записать маршрут по выгрузке. Точнее, загрузке, скажем так. И мы это опять будем делать с помощью перекрестков. Все, поэтому первый маршрут нам нужно записать только лишь по базе. Начинаем мы его писать, разумеется, вот отсюда вот. И поехали записывать. Соответственно, вот здесь вот мы его прерываем. Точнее, не прерываем, а ставим перекресток. Далее вот этот участок, который мы проедем, он не будет использоваться. Мы просто объедем сейчас базу, чтобы на въезд поставить. Ну и следующий перекресток мы лепим сюда. Потому что именно с этой точки он будет возвращаться, скажем так, на базу для пополнения. То есть все маршруты, которые мы будем писать следующие на продажу, это будут именно разные точки продажи просто. Мы будем писать от ворот до ворот. А маршрут по базе у нас будет всегда один. Сохраняем его как загрузка зерно. Вполне себе нормальное название. И, соответственно, его сбрасываем. И сейчас же вот с этой самой дорожки нам нужно начать запись маршрута на какую-нибудь точку продажи. Мы с вами сейчас будем продавать рожь. И рожь у нас ценится больше всего на мельнице. Поэтому на мельницу мы, собственно, и поедем. Находится она у нас вот здесь вот вниз по карте. Я не знаю, с какой стороны удобнее ближе будет ехать. Удобнее будет ехать через биогаз, через заправку и, соответственно, далее на мельницу. Поэтому так, друзья, мы и поедем. Хотя нет, друзья, я передумал. Мы все-таки по этим маленьким дорожкам поедем и будем срезать по полям, что называется. Не по полям, но по дорожкам между полей, не по асфальту. Поэтому сбрасываем маршрут, что я уже сделал. И поедем в начальную точку. Запишем его еще раз. Сэкономим на этом кучу времени. Опять-таки нажимаем кнопку «Запись маршрута» и едем все-таки через поле напрямик. Прерываем мы его, соответственно, вот здесь. Можно его сохранить, как база-мельница, только я неправильно написал. Вот так вот. Теперь мы его сбрасываем. Нам, конечно, неплохо было бы заправить этот гребаный трактор, потому что 45 литров ему ненадолго хватит. В общем-то, что мы, друзья, делаем? Ставим транспортировку и продажу. Загружаем первый маршрут на загрузку зерна. Потом комбинируем его база-мельница. И он у нас прекращается здесь. Поэтому нам надо добавить еще один маленький кусочек до загрузки, скажем так. Поэтому добавляем загрузку зерна еще раз. И теперь он у нас выглядит, как обычный длинный маршрут по продаже. Продавать мы будем рожь. Выставляем ее здесь. Но пока запускать не будем, потому что надо съездить заправить трактор. В общем-то, оставляем его заправляться. Мы же, кстати, купили вот этого зверя. И на самом деле надо посмотреть, имеет ли смысл его сохранять. Так что мы сейчас с помощью его отвезем бочку биогаза на цементный завод. Ну и, соответственно, я сделаю выводы, имеет смысл его оставлять или нет. Биогаза, благо, у нас в достатке. Поэтому мы безболезненно можем отвезти бочку еще одну на цементный завод. И даже на компост-мастер, в принципе, можно одну отвезти. Поэтому ставим это все дело наполняться. А сами тем временем переносимся в нашу GCB, которая уже заправилась. И пора ее поставить на маршрут. Поэтому ставим этого товарища вот сюда. И с ближайшей точки мы его запускаем. И он, да, мы здесь проехали не лучшим образом. Поэтому с ближайшей точки у него может быть вот так вот. Все. Словил это все дело. И, в принципе, он должен работать и продавать нашу рожь. Мы же тем самым возвращаемся обратно в нашего супер тягача. И сейчас он в теории должен эту бочку таскать просто как два пальца. Без каких-либо усилий. И, в принципе, да, он ее тянет вполне норм. Все-таки ехать 135 км в час гораздо приятнее на другой конец карты. Ежели на мане еле тащиться. Да, друзья, ручные перевозки на нем делать намного приятнее, ежели на мане. Все-таки он быстрее. Ну ладно, посмотрели. Значит, оставляем этого парня у себя в гараже. Мы же вернемся к ману, потому что для него у нас тоже есть некоторые задачи. А именно, ему нужно отвезти весь произведенный компост на базу. Поэтому едем на компост мастер и встречаемся уже там. Итак, друзья, я тут пока ехал, подумал, что мы не будем свозить это все на базу. Нам надо это побыстрее продать. Поэтому мы это будем ездить, возить, продавать. Единственное, поставим вот здесь вот мы автоматическую загрузку. Но я не знаю, как это удастся сделать на мане, потому что здесь, ну, скажем так, довольно узко. Но мы попробуем, почему бы и нет. А, в общем-то, начинаем запись маршрута. Это будет временный маршрут. На один раз, нам только на продажу. Единственное, надо посмотреть, куда его продавать. Продавать его можно только лишь на садовый центр. Поэтому именно туда мы это все дело и повезем. Благо, рядом. 120 тысяч. Вполне себе хорошо. И все, друзья. В принципе, интересный вопрос, будет ли все это дело работать. Сколько у нас тут компоста осталось? 500 тонн. Значит, 6 раз он поедет. Ну и ставим, разумеется, компост. Единственное, мы еще отъедем немножко назад, дабы он аккуратно подъехал, дабы мы проконтролировали работоспособность всего этого дела. Поэтому с ближайшей точки мы его запускаем, выходим отсюда и смотрим. Ну и несмотря на то, что здесь довольно узко, он вполне себе хорошо все это дело сделал. Все это дело сделал, да? Ну ладно. Ну а мы, друзья, тогда возвращаемся на базу. Пускай катаются, продают наши трактора все это дело. У нас, как мы видим, середина весны и уже почва прогрелась до 4 градусов. Я еще на самом деле не решил, что именно я буду сажать. Но то, что предварительно перед посадкой удобрить поле нам надо, это факт. Поэтому сейчас мы возьмем нашу любимую вальтру, посмотрим, надо ли ее обслуживать. А ее уже надо обслуживать, это, конечно, не очень хорошо. И я... А, кстати, раз у нас снег сошел, можно попробовать поставить нам заново вот эту самую хреновину. И она здесь не ставится. Какого хрена? Ой, ее можно поставить вот сюда. Замечательно. Тогда мы сейчас ее берем и идем и без проблем чиним наш трактор. Только надо правильно как-то ее поставить, например, вот сюда. И все равно он видит телегу. Телегу, кстати, можно эту продать. Но, правда, в ней лежит еще льняная солома, которая 2 года уже там лежит. Она издевается просто надо мной. Во! Можно отремонтировать. И тоже немного это денег стоит, потому что не так много мы на этой вальтере покатались. Куда бы это дело, блин, положить так, чтобы не потерять. Можно, в принципе, в гараж засунуть. Почему бы и нет? Оттуда, типа, техника пропадает. Снег туда не сыпется. Может, это хреновина, кстати, пропадет. Хотя это не совсем техника, это статичный объект. Но, в общем-то, закрываем и посмотрим, если стоит техник. Нет, гараж пустой. Значит, стоит там. Ладно. У нас есть вальтер, которая свеженькая. После техобслуживания вешаем на нее удобрялку и едем удобрять поле. Здесь же у нас, друзья, абсолютно все, как обычно. Удобрение посев, бла-бла-бла. Возврат на старт. Да, пускай катается по кругу. Ну и, конечно же, добавляем поле 99 семена. Только я не так добавил, поэтому надо все это дело сделать заново. Надо плюсиком добавлять. Если мы комбинируем перекрестками, то мы добавляем первая кнопка. Если комбинируем, добавляем в конец, то, соответственно, нужно добавлять плюсик. То бишь, в конец. Ну и со стартовой точки, дружище, погнал. Ну и, друзья, в принципе, у нас есть достаточно денег. Пока у нас все это крутится-вертится, я хочу решить некоторые задачи. Я немножко передумал насчет базы. То, что она нужна нам в первую очередь. В первую очередь мы купим немного техники для нашего биогазового завода. Я просто хочу, чтобы у меня было там два трактора, которые будут работать только там. И работать, скорее всего, они будут чуть ли не постоянно. У нас пока денежки, видите, капают вообще со всей силы. В общем-то, что нам надо для биогаза? В первую очередь нам нужен заравниватель. Поэтому покупаем заравниватель. Далее нам нужен трактор, который будет справляться с этим заравнивателем. И я решил купить вот такой вот ламборгини. Соответственно, поставим ему чуть помощнее движок и широкие шины. И он у нас будет работать с заравнивателем. Его мы также покупаем. Также нам нужен еще какой-нибудь прицеп, который будет возить с базы траву на наш биогаз. И, в принципе, удобнее всего будет делать таким же прицепом, как у нас есть. Поэтому мы еще один такой же купим. Только покрасим его в белый цвет. Не знаю зачем, мне так хочется. Ему оставим стандартные шины и, в общем-то, все, пускай так и будет. Ну и, конечно же, нужен еще один трактор, который все это будет возить. И желательно, чтобы он был не сильно большой по размеру, но относительно быстро ездил. И выбор мой пал на Вальтру Н-Серис. Ездит полтинник, в принципе, небольшой. Под цвет прицепа мы его покрасим в белый цвет. Можно даже всунуть, хотя смысла нету ему всувать более мощный двигатель. Единственное, широкие шины для красоты я ему все-таки поставлю. И это дело мы тоже покупаем. И вот оно, наше новое добро, которое будет работать исключительно на БГА. Заполнять ямы. Силы спродавать мы больше не будем. Потому что, в принципе, у нас уже появился какой-то доход. Цементный завод. И еще, скорее всего, мы карьер сегодня приобретем. Но это чуть попозже. Сейчас нам надо разобраться с БГА. У нас, в общем-то, все это дело будет идти на биогаз. Ковшом я это делать не хочу. Мы это будем делать, как на регионе 18, с помощью фрезы вручную. Фрезы и, соответственно, фуражного прицепа нашего большого. Это любой трактор справится. Фреза у нас есть уже. Да и фуражный прицеп у нас уже есть. В общем-то, перегоняем все это дело на БГА. И идем записывать маршрутики. Я не знаю, надо ли нам будет использовать все четыре ямы. Но две надо будет точно. Поэтому запишем маршрут из первых двух ям. Соответственно, сначала пишем на трамбовку всего этого дела. Первой ямы будет, в принципе, все просто. Мы по прямой даже заедем, да и все. И стоять он у нас будет здесь. Нажимаем кнопочку «Точка ожидания», «Задний ход» и едем задним ходом обратно. Вот так вот. Соответственно, этот маршрут мы сохраняем. БГА 1 трамб. Все как в старые добрые времена. Сбрасываем его и едем писать точно такой же во вторую яму. Сделаем все сразу, чтобы потом просто загружать их и все. Здесь опять-таки начинаем запись маршрута. Выезжаем из ямы и едем в ту же самую точку ожидания. Включаем здесь же задний ход и едем обратно к первой яме. Только аккуратненько надо, короче, это как-то сделать. Вот так вот, в принципе, должно работать. Если что, потом поправим. Этот маршрут мы обзываем БГА 2 трамб. Все как обычно. И, в принципе, пускай стоит курит пока. Мы же возвращаемся к нашей новой Вальтре. Точнее, не возвращаемся, а знакомимся с ней только. И, соответственно, едем на БГА писать маршруты на выгрузку из ям. Начинаем мы записывать маршрут на выгрузку из первой ямы. Точнее, в первую яму. Тут все как обычно. Мы будем выгружаться задним ходом. Включаем здесь этот самый задний ход. И аккуратненько заезжаем в первую. Да, я так стал, что... Ладно, давайте мы заедем во вторую яму тогда. Здесь ставим точку разгрузки и убираем задний ход. Выезжаем из ямы и едем с БГА нахрен. И вот здесь же мы этот маршрут прерываем. Сохраним его как БГА 2 выгрузка. Вот так вот. Сбрасываем его и пишем для первой ямы точно такой же маршрутик. Маленький. Стартуем мы его из этой же самой точки. Как-то так. Включаем опять-таки задний ход. И ставим же здесь точку разгрузки. И соответственно уезжаем нахрен из БГА. И здесь же мы этот маршрут прерываем. Сохраним его как БГА 1 выгрузка. И все, на выгрузку у нас есть. Теперь мы запишем один маршрут на то, чтобы ехать с базы на БГА. Но будем уже комбинировать в зависимости от того, в какую яму нам это надо делать. Поверьте, так будет удобнее, чем писать два маршрута разных полностью на вывоз с базы этой самой травы. Ну или сечки. Кстати, пополнение сечки будет с другого бункера, насколько я знаю. И поэтому там в общем-то все просто будет. Если же у нас этот маршрут какой-то работать не будет, нам не надо будет потом писать полностью маршрут от базы до ямы. Мы потом перепишем просто вот этот самый маленький кусочек. В общем-то поехали на базу записывать очередные маленькие маршрутики. Открываем наш бункер. И да, кстати, сечка у нас будет в другом месте лежать. Сечку мы также потом будем делать на силос. Без этого никуда. Поэтому мы запишем для начала один маршрут просто на пополнение травы. Ну и соответственно солома, сено и все остальное то, что у нас лежит в первом бункере. Тут не очень удобно это все дело подъезжать. В общем-то оно это все дело словило, поэтому начинаем запись маршрута. Ну и как обычно здесь мы суем очередной перекресток. А потом можно, кстати, даже нажать паузу, дабы не писать вот эти лишние точки. И вот отсюда мы продолжаем это все дело. Здесь мы суем еще один перекресток. И уже едем просто забирать траву. Вопрос, будет ли это работать. Но я надеюсь, что будет. Обзовем этот маршрут как загрузка. Я не знаю, хранилище 1. Давайте загрузка трава. Будем понимать, что под травой у нас подразумевается первое хранилище. Этот маршрут мы тоже пока что сбрасываем, потому что нам нужно еще записать маршрут от базы до БГА. Соответственно, выезжаем мы всегда отсюда. И отсюда же мы запишем маршрут к БГА. Поехали. И здесь же мы лепим перекресток. После чего разворачиваемся просто и лепим еще один перекресток. И отсюда уже едем обратно на базу. И здесь же мы этот маршрут с вами прерываем и обзываем его база БГА. Сейчас все это дело нужно правильно закомбинировать, потому что там будет получается больше пяти. Насколько я сейчас в голове представляю этих маленьких участочков. Фишка просто всего этого дела в том, что когда мы будем писать маршрут на сечку, которую будем возить на БГА, нам нужно лишь будет прописать только маршрутик по базе на загрузку сеч. А все остальное у нас уже записано в других маршрутах. То же самое касается другой ямы. Нам нужно будет писать только маршрут на выгрузку в другой яме. Давайте пока мы переключимся на другой наш трактор, который стоит у нас на БГА, запустим сначала по маршруту его. Мы пока что в первую яму все будем сгружать, поэтому БГА 1 тромб мы ему загружаем. Ставим ему выравнивание и уплотнение. Ширину отвала ставим 6 метров. Обнаружение тракторов поставим метров 75. Лишним не будет. Рядом здесь никто не ездит сейчас. Ну и высота подъема отвала у нас будет 0,2 метра. Пускай у нас будет высота подъема отвала. Бункер заполняется путем разгрузки задним ходом. Вот такие вот настройки я сейчас ставлю. Ну и соответственно запускаем все это. Нет, не запускаем. Нам надо сначала отвал разложить. Вот сейчас запускаем все это дело. И в принципе он должен работать. А мы же возвращаемся вот к этому парню. И сейчас нам надо правильно накомбинировать маршруты. Значит смотрите. В первую очередь он у нас загружает траву. Поэтому загрузка трава. После этого он у нас доезжает. Давайте откроем карту. Что нам надо просто от этого маршрута. Вот тут он у нас загрузился. Проехал до вот этого вот уголочка внизу. Здесь нам надо дальше загрузить ему маршрут, чтобы он ехал на БГА. Поэтому отсюда база БГА мы загружаем. И он теперь стал до БГА. Но здесь в середине, где вот эта шпилька идет. Нам надо сделать так, чтобы он выгружал траву. Поэтому мы загружаем база 1. Точнее БГА 1 выгрузка. Маршрут у нас теперь заканчивается там, где заканчивался маршрут на БГА выгрузка. И поэтому мы добавляем ему вторую часть маршрута для транспортировки травы обратно на базу. Точнее он уже пустой будет возвращаться. Поэтому мы в общем-то опять загружаем база БГА. Но прерывается он у нас именно в этой точке. И нам нужно сделать так, чтобы он у нас далее поехал и загрузился травой. Поэтому мы опять загружаем ему загрузка трава. Да, он скомбинирован из 5 кусков. Да, это немножко геморройно. Можно было одним маршрутом обойтись. Но, друзья, поверьте, если наловчиться этим пользоваться, примерно понимать, что к чему, то так намного удобнее. В общем-то запускаем по маршруту. Только возить, друг, тебе нужно траву. Если же у нас сейчас он не будет выгружаться или будет еще какой-то косяк, мы потом перепишем лишь маленький кусочек на выгрузку травы. Так что все это должно быть удобно. Запускаем его по маршруту. В общем-то, пускай ездит и возит травушку-муравушку. А тем временем у нас закончил работу товарищ, который возил у нас компост. И мы его почти весь продали. Тут 20 тонн осталось, я уже их не повезу. Так что мы снимаем его с маршрута и оставляем его отдыхать. Отгоним его в сторону, поскольку он будет мешать товарищу, который будет ездить и пополняться удобрениями. Потому что здесь он будет ездить. И, друзья, у нас есть почти 2 миллиона, поэтому имеет смысл купить карьер. Что мы, собственно, сейчас и делаем. Вносим 760 тысяч и здравствуй, карьер. Для производства песка и гравия туда нужна вода и биогаз. Поэтому давайте мы это дело сейчас туда и отвезем на нашей вот этой самой фуре. Единственное только, где брать воду, поскольку вышка у нас стоит на базе. А из реки вот этой хреновиной брать довольно-таки тяжело. Ну ладно, попробуем. Поехали сначала биогаз отвезем, потом посмотрим, что будем с этим делать. И вот, друзья, видите, разгрузился трактор по тому маршруту. Этот ездит, все это дело трамбует. Все замечательно. Поэтому ставим этого товарища сейчас загружать биогаз. А вот этот товарищ у нас закончил работу по удобрению. Поэтому нам сейчас нужно снять его с маршрута и поставить его сеять, это поле. С этим товарищем у нас тоже все как обычно. Ставим ему, точнее генерируем обычный маршрутик на 99 поле. Три, да пускай, четыре поворотных полосы будет, которые даже можно сглаживать. Ну и добавляем ему, конечно же, поле 99 семена. Дабы, когда они у него закончатся, он мог спокойно их пополнить. Единственное, нам таки надо решить, что мы будем сюда сеять. И решил я, друзья, что это будет канола. Как говорится, а почему бы и нет. Со стартовой точки запускаем и, в общем-то, пускай он работает. Мы же тем временем возвращаемся вот к этому товарищу. Из-за него, между прочим, стоит наш трактор. Да и вообще они, кстати, стоят. Наверное, из-за него он сильно им мешает. Поэтому убираемся отсюда, везем на карьер наш биогаз. Вот я же знал, что я здесь не пролезу. Вот нахрена я сюда сунулся, а? Кто мне расскажет? Не, ну туда так-то все равно ближе ехать. Поэтому мы попробуем сунуться туда еще раз. Да, друзья, вот здесь вот некоторая мель такая есть. Можно попробовать отсюда аккуратненько набрать водички, дабы не ездить на базу. Воды надо в два раза больше, чем топливо. Поэтому мы туда отвезем два прицепа с водой. И уже в следующей серии у нас будет дохренище песка и дохренище гравия. Выгружаем мы первую воду и, соответственно, карьер уже пошел работать. Ну, в следующей серии мы отсюда что-нибудь да увезем. А сейчас же нам надо привезти сюда еще одну бочку воды. Погнали! Ну и, друзья, в принципе, у нас есть миллион денег, чтобы купить себе базу. Поэтому давайте мы ее купим. Все равно собирались. Техникой новой мы также обзавелись. Это очень хорошо. Все у нас работает. Поэтому платим миллион денег. И у нас есть вот эта самая база. Соответственно, что у нас есть на базе? У нас есть вот такое вот здание администрации. Там внутри стоят компуктеры и вся информация о наших производствах. Там без проблем смотрится. Я вам в следующей серии покажу, как это работает. Также у нас здесь есть алкаш, который ходит и, не знаю, в общем-то, пускай ходят котики. Все хорошо. Далее есть заправка. Сюда мы можем выгрузить свое топливо и заправляться. Собственно, что мы и сделаем в следующий раз. Ну, а потом уже, когда построим нефтяные вышки, завод НПЗ, мы уже сами будем делать себе топливо и так далее. Что замечательно, здесь есть автосервис. Для мода сезонами очень он здесь нужен. Соответственно, техобслуживание будем проводить здесь. И этот маленький чемоданчик нам больше не понадобится. Ну, и, конечно же, здесь есть куча ангаров и гаражей, в которых мы будем все это дело хранить. Все это дело, я имею в виду нашу технику. Гаражи, которые выгружают технику, что тоже замечательно. В общем-то, все здесь прекрасно. Очень нужная штука эта база. Ну, и, конечно же, водонапорная вышка. Отсюда мы будем возить воду. В общем-то, друзья, что мы далее делаем. Вот этот товарищ у нас сейчас сеет канолу на нашем поле. Пускай сеет, мы не будем его отрывать от этого дела. Вот этот товарищ у нас возит и продает нашу рожь, поэтому пускай, в принципе, работает. С ним тоже все хорошо. Вот этот товарищ у нас трамбует травку в яме, которую мы на силу спускаем. Беленький наш товарищ, соответственно, возит ему эту травку. Все работает, все закручено. Но остальные пока стоят, курят. На этом я серию думаю, что я закончу. За кадром, друзья, я еще, когда придет лето. Хотя, когда придет лето, начнем новую серию. Ладно, ничего за кадром тогда делать пока не буду. В общем-то, в следующей серии, друзья, мы с вами продадим цемент, который у нас произведется. Продадим песок и гравий, хоть и за копейки, но его вроде как должно быть до хрена. Поэтому, скажем так, сумма будет существенной. Покосим нашу лужайку и соберем с нее травку. Отвезем на базу. Удобрим поле еще разок. Скорее всего, надо будет это сделать уже. В общем-то, работа непочатый край. Лето самый разгар. Поэтому, чтобы не пропустить серию, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, лосик всегда приятный, ребята, поверьте. Очень много времени уходит на запись. У нас восьмая серия, 20-ти минутные ролики. И я потратил на все это говно 121 час записи. Почти 122 часа, вы видите, по статистике я вам не вру. Так что лосики от вас реально приятны, всегда. Ну и пишите ваши комментарии по поводу нашего развития, идеи и так далее. Всегда интересно почитать все это дело. Разумеется, в следующей серии после продажи всех этих ресурсов мы что-нибудь обязательно прикупим. Потому что тратить деньги это наше любимое занятие в этой игре. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»